Значит, мы в прошлый раз уже начали читать этот фрагмент, но мы где-то до середины ее дочитали, но поскольку прошло две недели, то мы быстро вспомним, о чем шла речь. У нас в самой Мишне было сказано, что женщина приобретается тремя путями, с помощью денег, с помощью документа и с помощью полового акта. И спрашивает про деньги, спрашивает, что у нас с деньгами, откуда, собственно говоря, мы учим, что она приобретается деньгами. Мы говорили о том, я не буду сейчас повторять, что, собственно говоря, действительно, если мы на метафорическом уровне документ и половой акт легко можем понять, то, что такое деньги, не очень понятно. И вот, собственно говоря, Гемара спрашивает, возможно, без относительно метафорического уровня, просто спрашивает относительно того, откуда мы знаем, что приобретается деньгами. Деньгами. Бекесов миналом. Куда мы знаем про деньги. И еще. Вэту. Выгадыц нанга аз за кайбы витолбики души. А еще мы учили, что отец удостаивается, вот, удостаивается или имеет право, имеет право как бы свою дочь. Лекадыш, то есть, собственно говоря, сам кедушин – это отделение, которое производит муж, то есть муж Мекадыш, женщину, то есть будущий муж, он ее Мекадыш, поэтому эта процедура называется кедушин. И вот то утверждение, которое мы здесь читаем, это вопрос, можно прочесть его просто по-разному. Можно прочесть его так, что речь идет о том, что отец тоже может дочь свою как бы выдать замуж. Можно прочесть его и так, что отец, собственно говоря, имеет право получить, например, деньги, которые были потрачены, то ли, которые были с помощью которых осуществился этот самый кедушин, это отделение, отец может их получить. Ну и дальше действительно сказано, Откуда мы знаем, что вот если речь идет о деньгах, то эти деньги принадлежат отцу. Это мы учим из стиха, в котором сказано, что вот женщина выходит, и у нее нет денег. Сейчас мы посмотрим этот контекст еще раз. Я специально сделал просто такой, чтобы мы не ездили все время, не смотрели. Я просто подборку этих цитат сделал, которые играют какую-то роль вот в этой нашей судье. То есть нас отсылают вот к этому стиху. Это вы закрываете, Ури, вот ваша часть. Может быть, я же двигаю чуть-чуть влево? Марк, какая часть? Нам все хорошо видно. Вам видно, да, а что-то я, значит, не... Нет, у меня... Вы должны быть... Право. Текст загорожен портретом Ури и Ирии. Но это вам настройка рада. Нет, вам просто нужно... Подождите, вам нужно пальцем на портрет Ури нажать и подвинуть в любой угол, который вам удобно. Это портрет у вас. Этот портрет, который там, где Ури сейчас, он двигается вашим пальцем. Вы можете нажать на него и двигать куда хотите. А, но это я не в телефоне же, я же в компе. У меня пальцы... У вас для этого есть мышка. У вас для этого есть мышка. О, правильно. Вот спасибо большое. Бестолково, извините. Все получилось? Да, отлично. Ну вот. Значит, у нас... Нас отсылает к вот этому контексту. Речь идет про главу, которая так называется, Мишпатим, вот законы, которые ты предложишь. И речь здесь заходит. Купишь раба еврея, он тебе шесть лет будет служить, и так далее. А если кто продаст дочь свою в рабыню, то она не должна выйти, как выходят рабы. Этот стих сейчас... Не он сейчас цитируется. Он тоже будет цитируется, но чуть позже. А дальше говорится то, что вот, значит, если эта дочь находится в качестве рабыни у ее господина, то этот господин, собственно говоря, берет ее в рабыню с тем, он потом на ней жениться. Но если вот он на ней не женится, и своему сыну тоже не собирается женить своего сына на ней, то тогда он должен ее отпустить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...